У меня немного кончается терпение, поэтому я напоминаю простые правила поведения в человеческом обществе. Если вы зелеботы пришли сюда нахваливать своего пессиониста, попутно оскорбляя всех и вся, то вы ошиблись каналом. Здесь вашему поведению не рады. Есть аргументы – выкладывайте. А хамство, неадекватность, оскорбление – мат без причин на то. Поощряются баном. Вы меня довели. Брысь по своим тусовочкам. Адреса вы знаете. Бан – резиновый, безразмерный. Там будете гундеть про свободу слова, демократию, лизать, сосать и прочий свой гнусный понос буков. Я внятно выразился? И по основному делу. Этот ролик и еще два – продолжение разговора о политситуации в стране в преддверии возможных выборов. И мнение в них – абсолютная имха, ясное дело. Будет три части, приблизительно по семь минут каждая. Это часть первая. Опять же, если вы зелебот, ваше мнение меня не интересует в принципе. Сделаем так. Вы засовываете свое телемнение себе в подхвостье и варите отсюда с криками «парохоботы обижают идиотов». Больше предупреждать не буду. Разрепостите по своим сами. Итак, 11 июня Конституционный суд обещает рассмотреть дело о незаконном распуске парламента. И если на свою и на наши головы он признает указ главпессиониста законным, то нас ждет новое сборище народных избранников уже в конце июля. Поговорим немного о новых именах на партейном рынке страны. Это, разумеется, не будет сбалансированный, непредвзятый и всесторонний анализ. Просто взгляд с одной из нашего болота, одной из жаб, на то, чем занимаются стерхи высоко в небе. И пока не расправил крылья, наш молодой главстерх. А по его фоточкам он или следует советам книги «Политический популизм для чайников» или копирует своего кумира, который за амфорами ныряет. Слуга народа. Ну, об этом говорить особо нечего. Все и так примитивно до обидного. Сюда сбегутся все паразиты, дармоеды и прилипалы. А еще друзья, кумовья и просто хорошие люди, которых настоятельно рекомендовали другие хорошие люди, которым отказывать от не хочется, да совсем нельзя. Кто стоит за партейкой? Да все те же рыло, что маячили за политпроектами прошлых лет. Сама партия перекупленная. Есть у нас такой неплохой бизнес, когда создаются ГОшки или партии, что куда геморройнее, спецом на продажу. Деятельности не ведут, отчеты в Минюст сдают, внимание не привлекают. Сидеть себе в лучшем случае за столом, арендованному адвокатской конторы, зецпредседатель, может даже с компьютером или даже секретаршей, но тогда проще взять адвокатскую на аутсорс. А потом хопа! Партейка меняет весь список руководства, название перерегистрируется и это в течение пары недель, без шуму и пыли. Потому как идти легальным путем долго, кропотливо и не очень просто. Смотри регистрацию Дэмсакиры в третьем ролике. Смешковцы. Сила и честь. Варианты смрад и нечисть. Характерно, начальником избирательного штаба стал человек по фамилии Гордон. Фамилия, конечно, не виновата. А вот человек... Пробежавшись по диагонали через их сайт, наткнулся под вывеской программа партии на программу президентских выборов, которую как-то недоразбирал. Далее просто несколько цитат из программы кандидатов президенты Игоря Смешко и ремарки к ним. Обещает действовать с опорою на конституцию та верховенство права, жорсткишого доможновладцев та олигархиев. То есть закон един – это не про нас. Революционная целесообразность и классовое чутье чекай еще не выветрилась. У рази доверы народу маю профессийную команду. А показать? Вот чтобы прямо целиком заменить процентов на 70-80 всю вертикаль власти и госаппарата? Ню-ню. И откуда же? Из Канады. Альфа-Центавры. Повторю в который раз. У нас нет людей и на одну нормальную вертикаль власти и Кабмин в стране, если поскрести все политические силы. От мала до велика. Не говоря уже о какой-то отдельной политпартеке. Перемога перша. Вжиты заходи из подоланья бидностей украинцев у тому числі через ликвидацию коррупционной складовой у тарифах на электроэнергию, житлово-коммунальные послуги. А если убрать воровство и потери в тех же инженерных сетях, тарифы станут экономически неэффективными для поставщиков услуг. А чтобы был баланс, необходимо модернизировать инженерные сети в стране. Прикидывает, сколько сотен миллиардов баксов это потянет. Да при текущем уровне производственной культуры можно смело поднимать на порядок необходимую сумму, а то и два, если с помощником. Так где та тумбочка, откуда деньги брать собираемся? Или может не тарифы снижать будем, а не будем мешать украинцам больше зарабатывать? А тарифы пусть будут, как установит рынок? А вы, госдеятели, будете только предотвращать появление монополий и просто не мешать, а? Створить нерабочих мест, что стимулюваты мы украинских громадян працюваты в Украине, а заробитчан повернутыся додому? Каким образом? Сейчас у нас вакансии, пруд-пруді, от слесаря в ЖЭКе до дейта-сантиста в любом из банков. Только вот не хотят люди идти на предлагаемую зарплату. Может, с другого конца в эту дудку надо дуть, а? Запроваджение реальных реформ у Збройных силах Украины и с нарощиванием их боевых и оперативных способностей. Позвольте полюбопытствовать, а текущие реформы не действенные? Десятое место на континенте вроде бы. Или снова просто надо перестать стрелять? Перемога третья. Подоланья коррупции. О, теперь пошло вкусненькое. Чем ты собираешься нищити системную корупцию? Спрямую діяльність правоохоронных органов Украины на забезпечення верховенства права з невидворотністю покарання за корупційні злочини. Так и сейчас вроде нацелены. Так нацелены, что аж лампасы трещаты, гранты дымятся. Чо меняется? Иніціюватиму створение державных комиссий з викриття фактів вивезення капиталу за кордон, починаючись с 1991-го року, та повернення вкраденого. З розслідування роботи Нацбанку Украины за останні п'ять років. З розслідування процесів непрозорої приватизации. Ну, что да грабь награблене, тут у нас спору нет, праворных много. А на что там было интересно? Что, кто-то из родных банчиков прачечных пострадал, да? Підготую пакетні зміни до чинного законодавства з руйнуванням економічних основ корупції, активизую роль антимонопольного комітету. Вот тут было бы очень интересно послушать более детально насчет экономических основ. Но поскольку данный пункт идет последним в списке, значит, не самая ему ключевая роль отводится. Видно, впихнули под настойчивое брюжание одного умного, который непонятно, каким образом затесался в эту компанейку. Иначе бы этот пункт был бы первым. Будь там достаточно умных людей, а не ушлих политтехнологов. Кінец першої частини. Далі буде. Підписывайтесь на Пенса, ставьте лайки, поширюйте ролики, додавайте їх до своїх плелистів, бо частину прибутку Пенс направить бійцям на перемогу. Тож це буде і ваш внесок у перемогу України. Далі буде. Субтитры создавал DimaTorzok